Благодарим брату Андрею за благословенное слово. Сегодня у нас особенный день. У нас сегодня будет причастие. Мы с Андреем не договаривались. Но у нас примерно одна тема вышла. Я тоже сегодня перед причастием буду немного проповедовать очень важную тему. И преди причастието аз ще проповедам на една много важна тема. И темата днес има следното название. Проклятието на греха. И благословението на праведността. Я хотел бы открыть первое место. И оно написано у апостола Яков в перво главе. С двенадцатого стиха. На проекторе мы видим перевод. Я прочитаю на русский. С двенадцатого по пятнадцатой стихи. От двенадцати до пятнадцати стихи. Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, которую обещал Господь любящим его. Которую обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Аминь. Вы знаете, очень важный стих. Това и много важен стих. Который говорит о том, что грех, он приносит нам проклятие смерти. Което говорит за то, что грехът не носит проклятието на смерть. И чаще всего дьявол тут ни при чем. И най-често дьяволът няма нищо общего тук. И Бог тут тоже ни при чем. И Бог няма нищо общего. Это место говорит о том, что мы сами обольщаемся и обольщаясь собственной похотью. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Похоть на учите, на гордостта житейская. Гордостта на живота, да. Гордостта на живота. И вы знаете, просто похоть, это такое старославянское слово. Похоть е старославянская дума. Которая, если на современный язык переводи, то плот чего-то очень сильно захотела. Която се привежда на современный язык, като плот, която много иска нещо. Да, моя плот чего-то очень сильно вас желала. Моето плот много желая нещо. Еще одно место, которое хочу открыть сегодня. И още одно место, которое искам да отворя днес. Написано послание к римлянам. Послание к римляни. 14-та глава. 14-та глава. 23 стих. Здесь о идоложертвенных яствах, что есть, что не есть. Но я прочитаю суть этого послания. Прочитано и важно в твоем послании. О сомневающейся, если есть, то суждается, потому что не поверь. То есть там апостол Павел чуть-чуть выше говорит о том, что есть, что не есть. Если брат соблазняется, то лучше не есть. Апостол Павел малко по-рано говори за това, какво да едем, какво да не едем. И ако братът не се съблазни, какво правим. Да, и здесь он пишет основное. Все, что не повери грех. Той пише основното. Всичко, което не според верата, е грех. Вот это мысль я хочу сегодня подчеркнуть. Тази мисъл искам да подчеркаю днес. Все, что вытекает не из веры. Всичко, което произлиза не от верата. Не из доверительных отношений с Богом. Не от доверительных отношений с Богом. По Библии является грехом. Според Библии, да се смята за грех. То есть, если я что-то вынес свое. То, что не соответствует Слову Божьему. Ако аз изнасам нечто свое, което не соответствует на Божьето Слово. То, что не нравится Богу. Нещо, което не се харесва на Бог. То, что Ему противно. Нещо, което Ему е противно. То, что Ему е мерзостно. По Библии, да являемся грехом. И еще одно место о грехе, и оно основное место сегодня, оно написано в послании к римлянам, 8 глава, с 35 стиха. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За Тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овес, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И смотрите, везде о любви. Преодолеваем искушения, соблазн, смерть, наготу, ну все вот эти, какие-то искушения, силою возлюбившего нас. Силою возлюбившего нас. То есть не своей силой, а силою того, кто нас очень сильно возлюбил. Дальше, 38 стиха. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Вы знаете, я сегодня так же хотел говорить о власти греха. Аз днес също исках да говоря за властта на греха. И что эта власть греха делает с человеком. И за това какво прави тази власт с човека. Власть греха приносит человеку проклятие. Властта на греха носит на човека проклятие. Приносит человеку духовную смерть. Адам и Ева первый раз съгрешили, вкусили от плода на греха. И они умерли духовно. Они стали смертными людьми. Хотя до этого они были безсмертными. Въпреки, че преди това да се случи, те са били безсмертни. Они были предназначены для вечна жизнь. Те са били предназначени за вечен живот. Аминь или не аминь. Грех внес в их жизни смерть. Грехът внесал в техен живот смертта. И смотрите, что происходит с человеком, который превозглася в власть греха. Который превозглася в властта на греха. Который в определенный момент говорит, я устал бороться. Как говорила мать Тереза, мы ее знаем, да? Самый большой и самый страшный грех – это отчаяние. Отчаяние в том, что все кончено. Сил больше нет. Но это неправда. Вы знаете, что правда? Человек, который отдал себя сам добровольно во власть греха, что он говорит этим? Он всего лишь говорит то, что он любит грех, вот данный конкретный грех, той само показывает, че той убича греха, больше, чем Бога. Так получается. Така си получава. И поэтому он его не хочет оставить. И за това той не иска да го остави. Потому что, еще раз повторю эту мысль, он грех, этот конкретный, любит больше, чем Бога. Может быть, сегодня кто-то слушает нас по телевидению. Может быть, кому-то это сегодня слово, кто сегодня в зале находится. Может быть, кто-то борется с конкретным грехом. Это может быть какая-то компьютерная игра. Это может быть какая-то вредная привычка. Может быть, если вы не можете от чего-то освободиться. Признайте честно, что вам еще это нравится. Настолько нравится, что вы готовы быть отлученным от Бога ради этого греха. Что еще делает грех самое страшное? И какво другое нечто, най-страшное, которое правит греха? Грех нас отлучает от Бога. Грехът не отказал от Бога. С нашего позволения. С нашето позволение. Как сегодня брат Андрей правильно сказал, что иные сами себя отделяют. Как то казал брат Андрей, что другите сами се отделят. Все то, что с нами происходит, плохое или хорошее, лошото или доброто, всегда происходит с нашего добровольного согласия. То винаги се случва через нашето доброволно согласие. Потому что и Бог, и дьявол уважают нашу суверенитет, свободу выбора. Защото и Бог, и дьявол уважают нашу суверенитет, нашу свобода. Так Бог установил. Така Бог е позволил. И об этом я каждый раз упоминаю о том, что очень четко и ясно говорится книги Йова. И так, что самое страшное делает грех, он нас отлучает. И кое най-страшното, което прави грехът, той не откысва. И представь себе, что вот тот грех, который тебе нравится. Представьте си греха, което най-много ти харесва. И ты остался наедине с этим грехом. И ты си останал на саме с този грех. И ты можешь это делать грех. Бог не запрещает тебе. Писание говорит, все тебе дозволит на человек, но не все полезно. Все тебе дозволит на человек, но не все назидает. Еще один хороший перевод, что не все тебя созидает. Още один хубав перевод, что не все созидает из граждан. Все тебе позволит на человек, но ничто не должно тобой обладать. И вот ты оставлен со своим грехом, который можешь делать тысячи раз в день, на протяжении многих месяцев, в продолжительность на многом месяце, на протяжении многих лет, на протяжении десятилетий. Только представь себе это. Один и тот же грех, один и тот же грех, тысячи раз в день, десятилетия. Я скажу вам, что с вами станет. Вот этот грех, который тебе нравится, он убьет тебя через несколько лет. Временно греховное наслаждение. Любовь к разрушающему греху. Любовь только к разрушающему греху. Она разрушит тебя. Тя ще те разруши. И вы знаете, разная любовь есть. И знаете ли, има различная любовь. Как выясняется. Как то се указва. Есть любовь, которая созидает. И есть любовь, которая разрушает. Любовь к Богу созидает. Любовь к Богу те изгражда. Можете сказать аминь? Можете ли да кажете аминь? Любовь к греху разрушает. Любовь к греху разрушает. Убивает. Тя убивает. Отделяет от Бога. Откысва тебя от Бога. Предает тебе анафема. И те предава на анафема. Аминь. Это правда. Това е истина. И вот каждый день мы стоим перед выбором. И всеки ден ни стоим пред избора. Я сегодня даю на самом деле очень мощное оружие. Аз днес видавам много мощное оружие. Потому что я долгое время работал в служение освобождение. Защото аз много години съм работал в служението на освобождение. В 91-м году, когда я уверовал. През 91-ма година, когато повярвах. У меня была наркотическая. Аз имах наркотическо. Алкогольная. Алкогольная. Никотиновая. Никотиновая. Зависимость. Зависимость. Очень такое, знаете, ну, просто сквернословие. И сквернословие это. Я работал на заводе, бригадиром. Аз работих в един завод, като бригадир. И там я понял, что без крепкого слабца не обойдется. И там разбрах, что без сил ни псовни, няма как да се случват нещата. И вот в 91-м году я познал любовь Христа. И през 91-ма година аз познах любовь на Господь. И за очень короткий промежуток времени. За много кратко време. Я не скажу, что это мгновенно произошло. Не могу да кажу, что мигдовенно се случи. В течение примерно 5-6 месяцев. Продолжение няколи на 5-6 месяцев. Бог меня освобождал. Бог меня освобождал. От алкоголя. От алкохола. От никотина. От никутина. От наркотиков. От наркотиците. И от сквернословия, от матов. И от псовните. Но Он освободил, Он сделал это. Обаче Той меня освободил, Той го и направил. И знаете ли, как Бог это сделал? И знаете ли, как го направи, Господь? Очень просто. Много лесно. Бог дал мне познать любовь к Богу. Которая превысила в моей жизни. Любовь к сигаретам. От колкото любовь к цигарите. Любовь к алкоголю. Любовь к алкоголю. Любовь к наркотиците. Любовь к реку мусловцу. Или любовь к псовните. Это просто отпало от меня как ненужное. Просто как мусор. Просто как буклук. И вы знаете, что я сегодня основное хотел сказать? И кое е основное нечто, което искат да ви расскажат днес? Если ты сегодня исповедуешь в своей жизни. Ако днес исповедуешь в своей жизни. Что ты не можешь победить грех. Что ты не можешь да победишь греха. Что у тебя нет силы с ним бороться. Что это всего лишь означает? Какво означало това? Это всего лишь означает, что ты пока еще не познал любовь к Христа настолько. Това означало само, что ты не си познал любовь к Христа толкова. Чтобы она стала сильнее этого греха. Что тя да может да стане посилна, отколкото този грех. Ну как вы думаете, что сильнее? Любовь к Христа или любовь ко греху? Вот я в это никогда не поверю. Я это пережил в своей жизни. Я верю, что каждый христианин борется каждодневно с какими-то соблазнями. И Библия говорит, что при искушении Бог всегда дает силу чтобы превозмочь и Бог излил в наши сердца любовь Духом Святым Аминь или не Аминь? Так написано. Во что я не верю? Я не верю, что на этой земле вообще в этой вселенной существует какой-то соблазн который сильнее любви Христовой. Ну вот нету такого греха. Нету такого соблазна. Нету такого искушения. Скажи, пожалуйста, Аминь. И если ты сегодня борешься с каким-то грехом и ако днес ты борешься с някакъв грех может быть поначалу он тебе нравился а теперь он уже тебе не нравится но ты уже не можешь от него свободиться. Проси у Бога любви моли Господь за любовь Бог, дай мне столько любви Боже, дай мне толкова любовь чтобы она превысила ту любовь которую я имею к греху дай мне столько силы любви дай мне толкова много силы и любовь чтобы она превысила силу этого греха за да можешь да стане по-силна от силата на този грех и смотрите, что говорит Иисус Христос и какво казва Иисус Христос и это написано в Евангелие от Луки това го пишу в Евангелие от Лука разве есть какой-нибудь отец има ли някой баща который когда сын попросит у него хлеба отец подаст ему камень разве есть отец когда сын попросит рыбу он даст ему змию или има ли баща който когда сынат ему помоли за рыба той ще ему даде змия и тут Иисус говорит так и вы просите у Бога Отца Духа Святого Иисус Христос казва молейте Господь за Святия Дух и что? и какво? и дастся вам и ще ви се даде то есть когда мы просим у Бога кугато не молим Господ силу Святого Духа за силу-то на Святия Духа Бог всегда нам дает силу Святого Духа Бог винаги, что не даде силу-то на Святия Духа когда мы просим у Бога любви кугато молим Бог за любовь познать еще больше любви Христовой допознаем ошти повечу от Христова-то любовь что есть широта какво есть широчината что есть долгота каквоя должината что есть высота каквоя височината что есть глубина и каквоя долбочината на любовь на Христос. Что Бог подаст нам камень? Бог подаст нам любви. Когда-то я попросил у Бога, Бог дай мне пережить столько любви, насколько это возможно. Дай мне, пожалуйста, пережить любовь Христа. Как Он любит нас. И мы тогда молились на молитвенном. И Бог изъявил толково много любви, сколько я не ожидал. Потому что Бог дает мне меры. Вы знаете, дьявол, он обманщик. Дьявол прекрасно знает, что базовая наша потребность, запомните это. Бог нас так создал. Наша базовая потребность является любить и быть любимыми. Мы рождены, чтобы любить. И мы рождены для того, чтобы быть любимыми. Это самая важнейшая подсознательная потребность. Это уже доказали ученые, социологи, психологи, психоаналитики и так далее. Сотни книг уже написаны на эту тему. Вече стотицы книги са изписаны на тази тема. И дьявол знае это. И дьявол, знаете это, он тоже дает любовь. То есть, също дава любовь. Слышите меня? Чувате ли ми? Любовь к греху. Любовь таком греха. Дает такую, знаете, замену, незаметную замену. Знаете ли, дава една такава замяна. Подтасовку. Попробуй, вот это тебе тоже понравится. Попробуй еще вот этот наркотик. Это вообще последний. Никаких побочных эффектов. Невероятный кайф. Попробуй вот этот алкоголь. Такого еще никто не производил. Как слеза. Попробуй еще вот это и вот это. И человек, думает, что это любовь. Находясь под каким-то кайфом, он иллюзорно чувствует себя любимым человеком. Но является ли это истиной? Созидает ли это любовь? Как вы думаете? Писание говорит, что вот такая любовь ведет к смерти. Писание это указывает, что подобная любовь ты води к смерти. Разрушающая любовь. Пройдет еще немного времени, и от тебя ничего не останется. Хотел бы этого Бог. Бог пили искал това. Бог этого не хочет. Бог не го иска. Бог не желает смерти грешника, написано. Пишет, что Бог не желает смерти грешницей. И желает, чтобы все пришли к покаянию. И желает, что все един дойдет к покаянию. Давайте мы прочтем еще одно место. Некого творим, можете одно место. Послание к римлянам, 5 глава. К римлянам, 5 глава. С 5 стиха. От 5 стих. Я прочту. А надежды не послажают, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аллилуйя. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Ну, за такого прекрасного благодетеля, который столько сделал в моей жизни, я готов умереть, да? Но кто умрет за грешника? Кто умрет за нечестивого? Кто умрет за бомжа? Кто умрет, как здесь говорят... Как бомжа здесь называют? Клушары. Клушары, да. Кто за клушары умрет? Кочти умрей за грешники, кости умрей за неправедники, кости умрей за клушары, например. И восьмой стих говорит так. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Аллилуйя, аминь. Иисус Христос доказал свою любовь. Бог доказал свою любовь тем, что Иисус Христос умер, когда мы были еще грешними. Иисус Христос доказал своя любовь. Бог е доказал своя любовь, чрез това, че Иисус Христос е възкреснал, е был распълнат на кръста. Когда апостолы были грешниками. Когато апостолите са били грешници. Они были простыми людьми. Те са били обикновенни хора. Кто-то Его предал. Някой Го и предал. Кто-то Его продал. Някой Го и продал. Остальные разбежали все. Останалите са избягали. Все Его оставили. Всички са Го оставили. Иисус Христос все равно умер за них. Иисус Христос пак е умрял за тях. И отдал себя в жертва. И отдал себе си като жертва. Слава нашему Господу. Слава на нашия Господ. И последний стих, который я сегодня хочу открыть. И последний стих, который искам да отворя днес. Он написан во втором послании к Коринфянам. Вы знаете, есть много писаний. В писании мест. Во вписании этого има много места. Что иные оставили нас. Или ушли от нас, потому что не были нашими. Апостол Павел пишет. И в тяхсе говорит, что у них они оставили. Оставили нас, потому что не были нашими. Потому что если бы были наши, то не оставили бы нас. Апостол Павел пишет, что иные. Вы не так познали Христа. То есть можно не так познать Христа. Можно познать Его мозгами своими. Можно как-то вот, ну просто, что он просто понравился как человек. Учение его понравилось. Но апостол Павел призывает, но вы не так познали Христа. Важно познать любовь Иисус Христа. Которая продирается через все грехи. Через все проклятия. Через все болезни. Поражает дьяволом. Низвергает грех. Уничтожает проклятие. И это все сделал Иисус Христос. Давайте я прочту второе послание Коринфянам. Пятая глава. С пятнадцатого стиха. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Смотрите, Христос за нас умер, чтобы мы уже не для себя жили, а для Него. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Скажи, я новое творение. Скажите, а со мной в создании? Древнее прошло, теперь все новое. Все новое. Всичку и новую. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам новое служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Аминь. И вот сегодня моя тема, да, это проклятие греха. В чем проклятие греха? В какво состоит проклятие-то? Еще раз повторю. Оно отделяет нас от Бога. Оно облачает нас в духовную проказу. Последствия, родовые проклятия. Има последствени родовые проклятия. То есть не только я пострадаю, но пострадают до третьего, четвертого рода мои дети, внуки и правнуки. И не само аж ще пострадам, но и моите деца до третий, четвърти род. Но самое страшное, что этот грех отлучает меня, мгновенно при том. Сделал грех и уже отлучен от Бога. Но най-страшното е, че грехът ме отвлича от Бога. Веднага правишь греха и то те откъсва от Бога. И в чем благословение праведности? Как мы праведны? Своими ли мы делами оправдались перед Богом? Какая у нас праведность? Каква и наша праведность? Сегодня брат Андрей говорил. Наша праведность поверит в Иисус Христа. Она дает мгновенно. Поверил Авраам в Бога. И это вменилось ему в праведность. Поверил разбойник в Иисус Христа. Ныне же будешь со мной в раю. И Той му каза, Ти ще будешь с мен в рая. Вы знаете, что дает праведность во Христе Иисусе? Какво ни дава праведността в Иисус Христос? Давайте мы это запомним сегодня. Пожалуйста. Нека го запомним днес. Моля ви. Праведность во Христе Иисусе дает нам. Праведността в Иисус Христос ни дава. Кажда дневно переживать вместе с Ним. Всеки дневно да преживяваме с Него. Ту глубину Его любви. Онази делобочина на Негова любов. Которая позволяет мне не грешить. Която не позволява да не грешим. И сохранять себя в свободе детей. И да се пазим в свободе на едно дете. Слава Божия. В славата на Бога. Сохранять себя в праведности Иисус Христа. Да се пазим в праведността на Иисус Христос. Потому что я верю. Защото аз вярвам. Что сила любви Иисус Христа. Че силата на любовта на Иисус Христос. Сильнее силы к греху. Ее по-силна от силата к греху. Аминь или не аминь. Это правда. Това е истина. И это правда, которая работает. И това е истината, която работи. И мы это практикуем каждый день. И ние практикуеме всеки ден. Когда я подвергаюсь какому-то соблазну. Когато аз се подлагам на някакъв соблазн. И это соблазн может быть страшно. И този соблазн может быть страшен. Очень сильным. Страшный соблазн. Много страшен соблазн. И знаете, я приведу один такой простой пример. В семинарии я изучал историю церкви. И мы проходили католицизм. В самом прекрасном своем рассвете. В самом прекрасном состоянии. Католическая церковь практиковала. Католическая церковь я практиковала. Вот приходят монахи. Идват в монастырь. В някакъв монастырь. Принимают обед. Приемат обед. И начинают продвигаться по определенной такой духовной иерархии. И започват да се изграждат в някакъв определена иерархия. И тях ги проверяват. Дают много еды. Дават им много храна. Каждый день много еды. Всеки ден им дават много храна. И вот те монахи, которые не могут остановиться. Они очень много голодали. И они не могут воздерживаться. И те не могут есть целый день. Те могут ездить целый день. Они начинают очень дико поправляться. Те започват много да качват тегло. Кто-то покушал, вошел в норму и 3-4 раза в день питается. Этого достаточно. Някой еды из гражды график 3 пати на день еды и не дебилеи. Кто-то из монахов совсем такое воздержание. И знаете, тех монахов, которые не могли справиться с грехом чревоугодия. И у незима на си, които не успели да се справятся с греха на чревоугодието. Их не выгоняли. Они просто оставались на этом уровне. Те просто оставались на това него. Остальные монахи переходили на следующее уровне. И там им предлагались более такие изощренные ястия и напитки. И они получали доступ к вино. И те получават доступ до виното. Хорошее вино. Хубаво вино. Кто-то пробует. Кто-то пробует и не может остановиться. Някой от тях пробует и не могат да се спрят. И развивается зависимость. Им се развива зависимость. И я пойду дальше. Иминавам нататък. Те, кто оставался в зависимости, они не уходили с этого уровня. Они оставались. Те, кто са развивали зависимость, те са оставали на това ниво. Те, кто спивали, их просто выгоняли. Те, кто справляли с этим соблазном, шли дальше. И так далее. И вы знаете, кто добивался высочайшего сана? Кто преодолевал все соблазны? И знаете, что наверху, на самой вершине их ждало? Это слава, это богатство, и что-то третье, я уже не помню. Власть. Но вот эти соблазны, они были самыми ужасными, самыми страшными. Вы знаете, что самое опасное? Мы сегодня прочитали, что ни ангелы, ни силы, ни власти, ни начальства, ни начало, ни конец не могут отлучить нас во Христе Иисусе. От любви Божьей во Христе Иисусе. И днес четохме, что ни то властите, ни то началствата, ни то ангелите не могут да ни отмъкнат от любовта на Христос. Вы знаете, вот грех... И знаете ли... К никотину, к алкоголю, это примитивные грехи. Грехът к никотина и алкоголю, това са примитивни грехове. Самые изначеленные грехи, которые происходят в духовном мире, най-извратените грехове, които се случат в духовния свят, Днес те се наричат движението на Антихриста. И Антихрист в переводе, это не только то, что против Иисуса Христа. Давайте мы запомним, это то, что может заменить нам, незаметно заменить нам Иисуса Христа. А това е нещо, което може незабелязно да не замени Иисус Христос. И что это может быть? Какво може да е това? Это може да е ангел. Това може да е ангел. Кто-то написано так, что вникает, углубляет свучение об ангелах. Пишет, че някои започват да се задълбочават в учението за ангелите. Когото висит иконка Архангел Михаил или Архангел Гавриил. Някои се слагат икони на Архангел Михаил. И люди приходят и целуют эту икону и кланят с ней. И хората започват да идват и да се кланят на тази икони. У когото висит иконка Николая Чудотворец. Стоит статуя Богоматери. Или статуя на Майката на Бога. Вы знаете ли, что это очень опасная вещь? Поставить что-то вместо Христа. Да сложите нечто вместо Христа. И говорить так. Николай Чудотворец, спаси нас. Святая Матрона, спаси нас. Что мы в прошлый раз читали? Есть только один Спаситель. И нет другого имени на небесах, которым мы можем спастись. И какое это имя? Это Матрона или Николай Чудотворец? Это только Иисус Христос. Нету больше другого имени. И задача дьявола незаметно подтасовать. И задача на дьявола не забелязана, да ги смени. И кто-то сегодня молится на Матерь Марию. Для католиков сегодня это неравно апостольная. Это равнобожие. Она выступает в качестве четвертого Бога. Мы ублажаем Матерь Марию. Мы христиане почитаем ее. Но ставить Матерь Марию вместо Иисуса Христа это ересь. Я обязан вам это сказать. Это абсолютная сатанинская ложь. Потому что спасает только наш Господь Иисус Христос. Слава нашему Богу. Слава на наш Господь. Проклятие греха. Проклятие это на греха. Того, что оно может отлучить нас от Бога. И благословение праведности. Потому что во Христе Иисусе мы каждый раз, каждый день имеем доступ к самой невероятной. Дерек Принц мне понравилось. У него есть книга «Экстравагантная любовь». Мы имеем доступ к самой невероятной экстравагантной любви Иисуса Христа. И смотрите, какая привилегия. Вот смотри, если ты упёрся в какой-то грех. Ако ты си стигнал до някакъв грех. И решил на нем остановиться. И си решил да спреш вверху Него. Ты всего лишь остановился на том уровне. Ты само си спрял на онова ниво. Что не хочешь познать ещё большую любовь Иисус Христа. Което не ти дава. И ти не искаш да познаешь по-голямата любовь на Иисус Христос. Потому что выход где? Защото къде и исхода. Познать ещё большую любовь Иисус Христа. Да познаем още повече по-голямата любовь на Иисус Христос. Которая даст тебе свободу не грешить. Която ще ти даде свободата да не грешиш. Знаете как вообще Иисус Христос прекрасно сказал. Познаете истину и истина вас сделает какими? Иисус Христос е казал прекрасни думи. Познаете истината и тя ще ви направи какви? Свободними. Свободни. Давайте мы не будем прекращать читать Писание. И нека не прекъсваме да читем Писанието. Много раз я слышал такую страшную вещь. Много пыти я съм чул едно страшно нещо. Я много раз читал эту Библию. Много пыти съм чел тази Библия. Ничего нового там нет. Я все знаю уже давно. Страшные слова. Вы знаете что Библия это живое слово живого Бога. И оно работает с нами. Послание к Тимофею апостол Павел восклицает. Все Писание Бога духовновенно. И послание Тимофея. Което написано от Павел. Что все Писание Богодухновенное. Что цялото Писание е като Богодухновенное. Дых от Бога. И полезно. И полезно. Для обличения. За обличение. Для исправления. Для исправления веры. Чтобы подготовить нас к чему-то. Ко всякому доброму делу приготовленным. Скажи славу Иисусу. Скажите славу на Иисуса. Славу нашему Богу. Слава на нашу Богу. И вы знаете. В завершение хочу только сказать. И като заводчик Азас Камдови кажа. Что. Есть грех. Че има грех. И для того. Чтобы освободиться от греха. Нужно его исповедовать. И за да се освободим от греха. Не и трябва да го исповедваме. И в этот же момент. Кровь Иисус Христа. Очистит нас от всякого греха. И в същия момент. Любовь на Иисус Христа. Ще не причистил от всякий един грех. Есть какая-то болезнь. Ако имате някаква болезнь. И мы призваны просто правозгласить. Что ранами его мы исцелили. Че чрез раните му сме исцелени. Есте какие-то проклятия. Ако имаме някакви проклятия. Родовие проклятия. Някакви родови проклятия. И мы отправляем их на Голготска крест. И ние ги спраштаме на Голготския крест. Потому что только там им место. Потому что Иисус Христос обессилил. всякое проклятие и го е направил праздно. И есть духовное противостояние. И есть бесы, и есть демоны, и есть сам Сатана. И Библия говорит противостояние. Твердая вера. Знаете, мне нравится как Дерек Принц учит. Безполезно противостоять греху. Безполезно изгонять грех. Безполезно воевать против греха. Грех нужно просто исповедать. Безполезно каяться в том, что бесы тебя атакуют. Бесам надо противостоять. Ние трябва да противостоим на бесовете. Бесам надо повелевать. И поэтому сегодня я призову вас короткая такая молитва. И за това днес искам да се помолим с една кратка молитва. Что если в вашей жизни есть какой-то грех, все еще есть грех. Че ако в вашей жизни все еще има някакъв грех. И вы чувствуете, что не можете его побороть. И вы усещаете, что не можете да се борете с него. Попросите у Бога прямо сейчас любви Христа. Силу Святого Духа. Чтоб было возможно превозмочь. За да имате силы да превозмогните. Если вы чувствуете воздействие. И ако усещаете воздействието. Что бесы атакуют. Че ви атакуват бесовете. И постоянно мысли, мысли одна за другой. И постоянно имате мысли, мысли одна след друга. Поношение, поношение, поношение. Някакъв поношение. Или сделай, 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 сделай. Направи, направи, направи. Тебе понравится, тебе понравится, тебе понравится. Просто станьте против дьявола. И просто прикажите ему. Сатана, убирайся вон из моей жизни. Исус Христос тебя поразил 2000 лет тому назад. И я имею победу над тобой, дьявол, во Христе Исус. Потому что Исус Христос живет в моем сердце. И Он победитель. Я разрушаю именем Исус Христа. Всякие родовые проклятия. Во имя Иисуса Христа. Всякие родовые болезни. Всякие наследственные болезни. Сахарные диабеты. Ремотоидный артрит. Все эти системные заболевания. Колоидные заболевания костно-опорно-двигательного аппарата. Центральная нервная система. На центральная нервная система. Я приглашаю, что ранами Иисус Христа я исцелен. Я скажу, что через ранки на Иисус Христос я исцелен. И Иисус Христос забрал все немощи и болезни. И Иисус Христос взял все немощи и болезни. На Голготский крест. Я исцелен. Я исцелен. Я прощен. Я оправдан. Я благословен. Я воскрешен к вечной жизни. И съм воскресен за вечный живот. Во имя Господа моего Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет Аминь. И вы знаете, кому-то нужно одержать личную победу над дьяволом. За кого-то нужно помолиться церкови. За някои от вас треба да помолим с цялата церкова. Все, испытывайте хорошего, держитесь. Испытывайте всичко, обаче все придрежите кем доброто. Так написано. Така пише. Все мы можем испытывать. Всичко можем да испытаме. Хорошего держаться. Обаче да се придрежаме кем доброто. Кто такой хороший? Кое е доброто? В старой церкви так пели. В старта церкова така все пели. Очень хороший. Очень. Песня пелась так. Хороший Бог, хороший Бог. Очень хороший Небесный Отец. Добър Бог. Много добър Небесен Отец. Вот мы все испытываем, но держимся хорошего Бога. Ни всичко испытваме, обаче трябва да се придрежаме кем добрия Бог. Важно, чтобы все просто было снесено. И важно всичко останало да е изнесено. Ради познание любви Иисус Христа. Ради познанието на любовта на Иисус Христос. Знаете, любовь Иисус Христа е то самое невероятное чувство. Любовта на Иисус Христос е най-невероятното чувство. Самая невероятная сила. Самая невероятна благодать. Самая потрясающая мощь. Най-силната мощь. Ради которой можно все оставить на этой земле. Отказаться даже от ангелов. Да се откажем даже и от ангелите. От архангелов. От начал от сил. От началствата на силите. Лишь бы быть с Иисусом Христом. Само да будем с Иисус Христос. Потому, что все в нем. И Библия говорит, что как Бог вместе с Ним, с Сыном Своим, не дарует вам и всего. И Библия доказывает, как така Господь заеду со Своим Сином, не амадове подарит всичку. Если ты имеешь Иисус Христа. Акути вярваш в Иисус Христос. Своим Спасителем. Вярваш, чей твой Спасител. Своим Царем. Вярваш, чей твой Цар. Ты имеешь все. Тимош всичку. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. У нас всегда, когда причастие, служение немножко затягивается.